Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела бы рассказать вам о реальном случае спасения кур во время эпидемии, который произошел у нас в селе, когда я жила в селе в Казахстане. Затруднение в том, что я не могу точно назвать, как называлась эта болезнь, точно назвать, что это была эпидемия, зараза ужасная, но как называлась эта болезнь, все говорили, что это куриная чума, так называли. Не знаю, называлась ли она так, но именно такие эпидемии с летальным исходом, их, скорее всего, немного, и поэтому я думаю, что это поможет многим, если у них в местности начнется эпидемия с летальным исходом домашних птиц. Думаю, это все-таки поможет. Произошло все так. У нас как раз в то лето мы разводили много кур. Это было в конце 90-х годов. Мой папа мне давал такое задание на лето. Мы в одной комнате устроили инкубатор и вывели залито 4000 цыплят. Мы их продавали, все было хорошо. Разводили, у себя разводили очень много курей. И тогда как раз вот этим летом в какой-то момент летом пошел такой слух, что занесли крысы какую-то инфекцию, что куры начали погибать. Это началось где-то там, на другом конце села. Погибали куры вот прям много, повально и в очень короткое время. Мы жили на самом краю села, немножко так на отшибе. И до нас это пока не доходило. Даже не через грызунов, потому что с грызунами с этой проблемой мы тоже старались справляться разными способами. В общем, не доходило это все. Тут в какой-то момент приезжает одна женщина, вот это рассказывает. Я не знаю, или она поглазила или что. Но раз и у нас тоже началась у наших курей вот эта эпидемия. Просто они штапелями буквально. А было кур очень много. Как вот в том ролике я вам рассказывала, когда я побежала в подростковом возрасте к ветеринарше. И она мне дала тетрациклин, чтобы спасти собак от чумы. Также мы подумали, что наверное тетрациклин поможет. Или какой-то другой антибиотик. Но мы поехали опять к ветеринарше. Только этой ветеринарши уже не было. Мы поехали к другой в райцентр. И она вот опять в случае шарлатанства, вот эта ветеринарша уже была шарлатанка. Она взяла и продала нам просроченные антибиотики в капсулах. Вот в этих, как раньше, в таких капсулах стеклянных продавали. И мы начали давать животным, разводить с водой и давать. Она тоже сказала, ветеринарша сказала, да, идет эпидемия. Она тоже это назвала чумкой куриной. Она говорит, мы знаем, это по всему району идет это дело. Вот поможет антибиотик. Он бы помог, если бы он не был просроченный. Как мы потом посмотрели, там на многих было 4 года просроченный. Приехали домой, да, вот такой сюрприз. Начали давать. Мы сразу поняли, да, оно немножко помогает. Хотя оно и просроченное. Вот, смотря тоже какая ампула. Одни ампулы были там 2 года просрочены, другие 4. Вот, но мы поняли, что лучше пойти в обыкновенную аптеку и купить просто тетрациклин для людей. Мы достали, который у нас дома был. Тут же поняли, растолкли его в порошок. На бумажечку. Ну, на бумажечку курям, правда, не подходило. Курям надо было в что-то заливать. Да, мы в такую стеклянную ампулу заливали и чуть-чуть разводили водой этот порошок тетрациклиновый и заливали им в клювик. Сразу уже поняли, что не просроченное лекарство, которое мы у себя из домашней аптеки достали, оно сразу резко стало помогать этим вот курям, которым мы дали. Мы бегом поехали в аптеку, набрали этого тетрациклина, растолкли эти таблетки и начали вот водой разводим, заливаем. Курочку сажаю я межколен, зажимаю и в клювик ей заливала примерно половинку, как вот ампулки эти продавались. Уколы раньше с них делали такие маленькая-маленькая такая ампула. Вот с нее заливали. Три раза в день я давала и тут же через несколько часов эти куры начинали вставать, ходить. Через два дня у них пропадали все полностью симптомы от этой вот чумки куриной эпидемии. В данном случае тоже помог антибиотик. Антибиотики бывают разные, тетрациклин, амоксицелин, метронидозол. Можно, если вы спасаете животных, несколько дать антибиотиков, правда чуть-чуть, им нельзя, конечно, давать так много, как человеку, чуть-чуть. И если вы лечили антибиотиками, например, кур, домашних животных, которые потом употребляют в пищу, конечно, эти животные должны пройти большой период времени, прежде чем вы там их на мясо будете реализовывать, чтобы антибиотик, чтобы у них в организме, ну, как говорится, вымылся из организма, потому что он вреден, конечно, здоровым людям его употреблять. Его только употребляют, конечно, когда какая-то инфекция. Если что, можете воспользоваться вот этим методом. Желательно всегда в доме иметь антибиотики, но не принимать их бесконтрольно. Если бесконтрольно принимать антибиотики, они кроме вредных вирусов, бактерий, они убивают также полезных бактерий в организме. Полезные бактерии у нас в организме, они нам помогают. Это лактобактерии, бифидобактерии. Они тоже должны жить. Поэтому, если человек тоже заболел, вынужден был принимать антибиотики, после этого обязательно нужно набрать простоквашу, био-йогурт, взять в аптеки на рине бифидобактерии в засушенном виде. И все это лактобактерии в засушенном виде, просто всякие кефирчики, да, такое разное. Там везде содержатся эти лактобактерии. И две недели каждый день нужно кушать и пить эти продукты, чтобы восстановить свою микрофлору, чтобы опять нормально функционировал организм. Еще раз повторяю, не принимайте антибиотики бесконтрольно. Продолжение следует...